В этом году Беларусь на фестивале «Славянский базар» в Витебске представит Алексей Гросс. Свои первые шаги в мир музыки он делал именно здесь, в родном Солигорске. И сегодня мы познакомимся с теми, кто буквально за руку привел его на большую сцену. О том, что в отечественном шоу-бизнесе появилось новое имя, заговорили еще в 2012-м. Тогда Алексей Гросс стал серебряным призером международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Тогда же вошел в десятку финалистов в ходе национального отборочного тура конкурса «Евровидение-2013». После у Алексея будет множество концертов и проектов, и его даже назовут модным молодежным трендом. Впрочем, для самого Леши все начиналось в 98-м году. Ударно. И это буквально. Награда Александра Трофимовича и его учеников и коллег, с кем вместе выступает, уже и не сосчитать. В прошлом году со своим коллективом «Солигорск джаз-трио» взял гран-при на первом международном фестивале эстрадно-джазовой музыки в Москве. Александра Трофимовича мы застали за подготовкой к престижному международному фестивалю «Джаз-тайм», который традиционно проходит в Солигорске и состоится в мае. В репетиционном антракте он вспоминает своего ученика, тогда еще просто Лешу Шкраба. Моя коллега, учительница по сольфеджио, когда-то пришла в класс ко мне и сказала, что видела в школе, в 4-й нашей, в Солигорской общеобразовательной, маленького мальчишку, очень-очень интересного, очень-очень он красиво рассказывал, там, стишок или песенку пел, я не знаю. Очень, пожалуйста, обрати на него внимание. Ну и практически, ну, дала телефон, мы как-то созвонились, родители его привели в класс. Действительно такой смешной маленький мальчик. Вот, и это мы начали заниматься, он поступил в школу и, ну, благополучно окончил ее 5 лет у нас образования. И самое, что для меня было ценное, что после того, когда он закончил школу, он все-таки не бросил коллектив, в котором ему, я считаю, посчастливилось поработать. Это эстрадный ансамбль саксофонистов, большой коллектив, и он, ну, достаточно на высоком уровне выступал на конкурсах. И вот Леша уже, когда закончил, уже не участь в нашей школе, еще несколько лет помогал, приходил. А прилежным учеником был Леша? Вы знаете, ну, по-всякому было. У них у всех третий, пятый класс, это идет такая ломка между мячиком и, скажем, инструментом. Вот. Но, тем не менее, он когда-то, ну, занимался на ударных инструментах. Вот, кстати, маримба, на которой, ну, сдавали все экзамены. И когда-то он на ксилофоне играл, попросил меня, дайте мне ксилофон, я хочу поехать выступить. Где-то там в лагере в каком-то оздоровительном он отдыхал. То есть такой инициативный. Да, инициативный. Для меня это было удивительно, потому что, ну, сам человек изъявил желание. Конечно, дали у него ксилофон, поехал там выступил все. Ну, был курьезный случай у нас, я считаю. За две недели до выпускного экзамена он хорошо подготовленный, он вдруг ломает руку. Вот. Это было, знаете, как говорят, и смех, и грех. То есть для меня большое сожаление, что, ну, здоровье подорвал. И, к сожалению, что огромный кусок работы, который мы не можем вынести на комиссию, на жюри, ну, тогда, конечно, мы поставили хорошую оценку по текущему. Вот это вот самое яркое впечатление, что ассоциируется вот с Лешей Шкрабой. Ну, а сейчас, я считаю, это его, как бы, уже успех, которому он долгие годы шел, что он будет представлять нашу республику на Славянском базаре. Это для нас, как бы, ну, очень так отрадно это знать, слышать. В исполнении ансамбля саксофонистов прозвучит произведение Фреда Раббалда «Танцующая Европа». Это выступление ансамбля саксофонистов Солигорской детской школы искусств десятилетней давности, 2006 год. Первый фестиваль «Джаст тайм» за ударными Алексей Шкраба. Выступление ансамбля срывает овации. Коллектив существует и сегодня, и здесь то и дело вспоминают музыканта с характером, который играл в джазовом оркестре даже после того, как уехал учиться в Минск. Он как-то сразу же с ребятами даже вот как-то сошелся, даже был каким-то лидером даже, вот, где-то ребятам, где-то что-то помогал, подсказывал. Было интересно с ним немножко работать, но и сложно с другой стороны, потому что… Потому что барабанщик, он ведущий, а без барабанщика ансамбль не существует. Поэтому, да. И его характер достаточно сильный даже для ребенка. Это очень важно для ударника, потому что без хорошей, сильной руки весь ансамбль разваливается, кто бы там ни играл. А у этого мальчишки, который к нам пришел, характер был, он был виден сразу. И даже когда он закончил учиться, да, закончил учиться, он не бросил, а как бы, ну, еще следующие года, вот он нам, даже на следующем джастайме, который в 2008 году прошел, он пришел и, как говорится, мы обратились к нему за помощью, потому что у нас молодой был еще барабанщик, как бы неопытный молодой человек. И он сел, сказал, не вопрос, вам помогу. То есть, да, и мы опять-таки, опять-таки тогда… Заняли призовое место. Призовое место заняли. Ансамбль Карпина дал мне очень много. Трофимович дал мне вот эту ритмику, пульсацию. В оркестре играл, это вообще невероятный опыт. Каждый преподаватель, я старался от каждого преподавателя взять, ну, взять максимум. Это меня, почему мой отец. И я очень благодарен каждому из них. Впрочем, вокалиста Алексея Гросса могло и не быть, если бы не воля случая, и после целая череда того, что называют, с течением обстоятельств Алексей Гросс впервые запел в школе. Когда мне нужно было получить четыре десятки и дали получить хороший балл, мне пришлось спеть. Мне было очень стыдно, потому что у нас был очень спортивный класс. И это впервые я спел. И оттуда началось. Мне девочки начали писать записочки. Я просто, что-то стесняться надо петь. Ну, а первое выступление на сцене в рамках открытого конкурса вокалистов «Музычный форум» в Соленгорске. Сдеви свой город. Тебе запрошая «Музычный форум». Проект «Музычный форум-2005» на некольким месяцем поглынул локтойное творчество десятки талиновитых юнаков и девчат. Разом с их батьками, сябрами и педагогами. «Музычный форум». И дальше второй этап, и с папой. Папа мне аккомпанировал, и я пел. Также прошли третий, четвертый, ну и пятый финальный парк. Именно с того момента я начал профессионально заниматься вокалом. Автор проекта Вячеслав Жданович вспоминает участие Алексея в форуме. «Было несколько обстоятельств, которые помогли Алексею попасть через эти обстоятельства уже потом к Атрашкевичу, к Елене Атрашкевичу. Во-первых, должен был быть сам «Музычный форум». Во-вторых, у Алексея должен был быть тот папа, который у него был. В-третьих, на пятом туре нашего форума должна была присутствовать сама Атрашкевич. Только благодаря тому, что в жюри были правильные люди, Елена Атрашкевич был правильный человек, и она увидела в этом Алексее что-то, что впоследствии приведет к каким-то положительным результатам». У Вячеслава Ждановича сохранились даже анкеты избранных конкурсантов. «Тогда, в 2005 году, я оставил всего лишь 12 этих анкет, и среди них, сейчас я найду, вот, Шкраб Алексей Александрович, местное научение ПТУ-104, захопление, музыка, игра на ударной установке и рукопашный бой». От тура к туру, а всего их было пять, с конкурсантами работали педагоги по вокалу и хореографы. «Скожным туром юные артисты набывали больше упыльненности и все больше сделяли и организаторов проекта, и глядачу на концертных выступлениях. Скожному хотелось отрапить улик пероможцев, яких выбирала строгая журы. А пошняя нарада для журы была самой складанной и отказной». У Вячеслава Ждановича сохранились отзывы жюри о каждом конкурсанте. Вокалист Алексей Шкрабов удостоился тогда самых скромных оценок. «Вверхи зубная боль», «Забыл слова» и напротив фамилии «Краткое нет». И только один комплимент от Сергея Ждановича, продюсера-композитора-аранжировщика. «На третьем туре в жюри присутствовал мой брат Сергей Жданович. Напротив Леши он единственное написал слово «попсовый». «Попсовый». Понимаете? То есть он уже своим таким профессиональным взглядом, он уже видел в Алексее что-то такое, что можно применимо к сцене. Потому что, да, есть хорошие голоса, есть замечательные интонации, но вот эта присущая попсовость, которая должна быть в любом артисте, она есть не у каждого. Есть у него природное, скажем так, обаяние. Девчонкам он нравился. А еще вот такой момент, что вот 132 участника, претендента, да, и только там 4 мальчика. Дефицит пацанов он был всегда. На мазочном форуме волновались вы? Или почему вот такие отзывы с жюри? Мне было 15 лет. Я был спортивный парень, я был кандидатом в мастера спорта. И этот парень впервые выходит на такую большую аудиторию. Естественно, не то чтобы стеснялся, но было какое-то волнение, безусловно, с которым было изначально очень сложно справиться. Это не класс, где сидят твои одноклассники, друзья, подруги, товарищи. Это сидят профессиональные люди. Естественно, момент волнения. И вновь нужно вспомнить Елену Атрашкевич на музычном форуме. Она увидела юношу, поддающего надежды, и пригласила учиться в колледж искусств. Она кардинально поменяла мою жизнь. Я отучился в колледже искусств. Она у меня преподавала вокал. Она очень хороший человек. Она очень хороший композитор. Она очень хороший преподаватель. Многое, я очень многое взял от нее. И, безусловно, мне очень приятно, что на моем жизненном пути встретилась Атрашкевича Елена Викторовна. Мы иногда созваниваемся, пересекаемся на каких-то конкурсах, на каких-то концертах. Она с новыми талантами приезжает поддержать, с новыми учениками. Мы поддерживаем отношения. К слову, Елена Викторовна, в этом году по итогам прошлого удостоена звание «Человек года Минщины». Гордость Елены Атрашкевич, ее ученики, талантливый педагог, автор вокально-симфонических, камерных и хоровых произведений, член Союза композиторов. Об этой удивительной женщине в Минском колледже искусств ходят легенды. Всю свою жизнь она посвятила детям, которые не подводят своего учителя и демонстрируют большие успехи. Многие искренне недоумевают, как у нее получается так много работать и везде успевать. Чтобы преуспеть в своем деле, надо любить свою работу, гордиться своей профессией и вообще заниматься в своей жизни тем, чем тебе предначертано, тем, чем ты умеешь и хочешь заниматься. Рядом должны быть люди, которые такие же понтанные, такие же влюбленные, такие же заинтересованные. Помимо преподавательской деятельности в колледже искусств и университете культуры, она активно участвует в жюри многочисленных республиканских и международных конкурсов. Кроме того, Елена Викторовна – автор музыки гимна Минской области. Горжусь своей профессией, потому что у меня две профессии – педагог и композитор. Что горжусь и той, и другой. Одно дано Богом, а другое даже не знаю. Наверное, судьбой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рублях и копейках новые ценники появились в магазинах области. На товарах можно увидеть не только нынешнюю стоимость, но и будущее с учетом динаминации, которая в Беларуси состоится 1 июля. Это сделано для того, чтобы покупателям было легче привыкнуть к новым денежным единицам. Сложные диагнозы, спорные вопросы, экстренные случаи. С появлением в районной больнице компьютерного томографа медики-пристоличья готовы бросить вызов самым серьезным заболеваниям. Ранее все пациенты районной больницы проходили необходимые обследования на базе областной клиники. Теперь могут сделать это на месте. Занятия полезны для здоровья и собственного кошелька. В Мядельском районе стартовал международный экологический проект. Жителям региона предлагают выращивать на собственном огороде лекарственные растения. Урожай можно будет сдать на переработку и заработать деньги. Здоровая семья – основа общества. На Меньщине прошло девятое по счету областное родительское собрание. В этом году мероприятие собрало около 11 тысяч участников. Среди них не только учителя и родители, но и медики, правоохранители, активисты детских и молодежных организаций. Гостей со своей интересной жизнью учреждения и образования знакомили через выставки и соревнования, главными участниками которых стали родители. Этот центральный регион, я напомню, что наша программа, как и все эфирные видео, в любое время доступна на официальном сайте ctv.by и на YouTube-канале столичного телевидения. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Ну а мы продолжаем рассказ об уроженце Солигорска, который уже совсем скоро представит Беларусь на славянском базаре в Витебске. Это Алексей Гросс. Любовь к музыке у Леши от папы. Я хотел петь, потому что мы всегда пели с папой. Папа у меня музыкант, профессиональный музыкант. Он играл на гитаре, он играл во многих командах. Они пели, поэтому музыка, в принципе, с детства была в нашей жизни всегда. Отец Леша и Александр шел все время по жизни с музыкой. Я увлекался не только музыкой и танцами. Когда-то, когда мне было 6 лет, родители отдали меня в танцевальный коллектив «Искорка». Вот я там танцевал 6 лет. Ну а потом, в общем-то, очень хотел играть на баяне, и папа меня привел в музыкальную школу. Вот. Ну, поступил я не на баяну, а на гитару, на классическую гитару. Вот. И закончил с успехом, в принципе, музыкальную школу по классу классической гитары и баяна. Хотел поступать в музыкальное училище, но родители меня отговорили, потому что считали, что музыкант – это как-то несерьезно. Это разве мужская профессия? Я говорю, папа, мужчина, он должен забить гвоздь в стену, там. Ну, в общем, быть мужчиной. Так я и не стал музыкантом, в общем-то, профессионально. Но в техникуме, когда я поступил в техникум, у нас был коллектив свой, мы играли танцы, всякие разные елочки. Вот. Потом, после техникума коллектив не распался, играли свадьбы. Пошел в армию, снова же играл в коллективе, только уже на ударной установке. Ну, а потом, в общем-то, когда Леша родился, уже немножко стал побольше, его заметили в школе. То есть он очень ритмичный был, он веселый, ритмичный, шустрый, музыкальный парень. Танцевал очень хорошо. Вот все родственники, они просто смотрели на него и подражали даже ему. А дальше Леша мог бы повторить сценарий отца, но опять-таки вмешался случай. Ну, вот все-таки роста Леша в городе шахтеров, не было мысли, чтобы был мальчик шахтером? Ну, да, да, разговоры такие шли и хотели, в общем-то, когда он сам так хотел, закончив 9 классов, он поступил в 104-е училище. Вот. Вот именно на шахтера. Проучившись там год, за это время в Солигорске был такой фестиваль, музычный форум. Он выступал на этом фестивале. Там его заветили и предложили поступать в Минский государственный колледж искусства. Я, конечно, был немножко против. Да вы что? Так вы же сам музыкант. Ну, я против, потому что я считал так, ну, учишься, ты курс закончил, да, ну, еще два года и будет уже специально шахтер, а потом делай, что хочешь. Ну, Леша, в общем-то... Проявил характер. Он попросил очень сильно. Я в то время занимался перевозками, я уехал в Москву ненадолго. За это время Леша поехал и поступил. Обхитрил вас. Да, приехал и говорит, вот, пап, я поступил. Ну, что ж, тогда, в общем-то, я прислушался к нему, вспомнил, как у меня все это было, как родители отговаривали, чтобы не стал музыкантом. Подумал, может быть, это его судьба. Мама Алексея Гросса вспоминает, уже в детстве он был творческим и в некотором роде публичным человеком, душой любой компании. Там, где был Леша, там всегда было много народа. Всегда. За ним почему-то все тянулись. Все с ним хотели дружить, играть. Выходной день, мы жили в общежитии, еще когда Леша был маленький, 8 утра, уже стук в дверь, я выхожу, открываю дверь, там уже стоят. Возраст разный. От сада, да, и старшеклассники. А позовите, пожалуйста, Лешу. За участием в музычном форуме в семье следили не без удивления. Когда он прошел там первый тур, да, дошел до финального, как-то вообще у вас это дома обсуждалось? Ну, мы ведь участвовали в каждом туре. Мы приходили на прослушивание. Как обсуждалось? Мы вообще не понимали, что это такое. Как это Леша и поет? Леша играл. Ну, чтоб Леша пел. И то, что он дошел до финала, конечно, мы все были крайне удивлены. Я говорю, сынок, почему ты не пел раньше? Может быть, мы тебя не туда отдали? Может быть, надо было на вокал отдавать? Но родители, они не знают, куда ребенка направить. Направляют куда можно. И спортивная секция. И ходил он в английскую школу, в спецшколу. Еще в школе даже мне сказали, что он человек творческий. Впрочем, Леша мог бы стать не только шахтером. Его успехи в спорте предвещали ему блестящую карьеру. Но травма опять-таки повернула стрелки его жизни в пользу музыки. Он занимался вольной борьбой. Но так получилось, что он получил травму. Ему сказали, все, прекратить, вообще прекратить полностью нельзя. Нельзя даже на голове стоять. Нельзя никаких тяжелых нагрузок делать. А это младший брат Алексея Гросса, Илья, заканчивает 9 класс и собирается поступать в музыкальный колледж. Я поначалу хотел играть на барабанах, либо на гитаре. У меня брат играл на барабанах, а папа на гитаре. Но я как-то с детства видел, мне это нравилось. Но когда мы пришли в эту школу, нам сказали, что лучше отдать на фортепиано. Ну и мама отдала. В Леше Илья души не чает и всегда с нетерпением ждет встречи с братом. Всегда мы с ним созваниваемся, разговариваем о его успехах, о моих. Я всегда слежу за его работой. И он меня часто берет с собой на студию или знакомит со своими друзьями, которые тоже в этой сфере занимаются. Илья исполняет самые сложные композиции, которые впору учить в специализированных музыкальных учреждениях образования. Теперь о нем педагоги говорят, подает надежды. Репетиции, записи, интервью, тренировки. Впереди у Леши самый главный конкурс. Он представит Беларусь на Славянском базаре. Каждый день расписан по минутам. Плодотворная работа сейчас и еще более усердная впереди. Он остается собой, но внимает советом тех, кто давно покорил самые престижные музыкальные площадки. Вот белорусскому конкурсанту на Славянском базаре желают удачи Ани Лорак и Полина Гагарина. Девушки, дорогой, я тебе желаю удачи, конечно, успехов, победы на Славянском базаре. Тебе удачи. Будет самым лучшим. Я желаю верить в себя, верить в свои силы, постараться преобразовать нервы, наоборот, в эмоции. И это добавит драйва. И только вперед все получится. Я обещаю. Спасибо большое. Спасибо. Болеем. И, конечно, за Лешу будет болеть вся страна. Но самое теплое пожелание из родного города. Лешу, прежде всего, пожелать крепкого здоровья, чтобы он вот эту всю подготовительную работу до конца довел. И, конечно, пожелаю ему удачи. И, ну, победить в нашей республике Беларусь. И, ну, и, наверное, не забывать учителей своих бывших. Не проходить мимо нашей школы. Иногда заходить хотя бы на чай, на кофе. Всегда будем рады. Мы самим собой. У него это очень здорово получается. Он сам по себе прекрасен как человек. Он даже когда очень многое уже сделал здесь в стране, и это все, и двор на Евровидении, и его съемки, и он в рекламе, он везде. Он не потерял себя. И всякий раз, когда мы встречаемся, это по-прежнему наш Лешик. Лешик. Наш Лешик, да. Наш Лешик, тот самый мальчишка, с которым мы играли в ансамбле. Я единственное ему желаю, чтобы, в общем-то, достойно представил нашу страну на Славянском базаре. Ну, и сделал то, что, в общем-то, он может. Показал всего себя. Мы обязательно поедем на Славянский базар. Мы будем там. Я думаю, что ему легче будет рядом с нами находиться и знать, что в зале есть родные люди. Я хотел бы видеть всех, кто верит в меня, кто хотел бы там поддержать, передать мне вот эту положительную энергетику, зарядить меня. Товарищи, коллеги, все приезжают. Товарищи, коллеги, все приезжают. Товарищи, коллеги, все приезжают.